Добрый день, уважаемые коллеги! Ну вот сказали, что взгляд практиков, ну, наверное, я представляю больше теоретическую часть, поэтому представлю доклад, наверное, взгляда теоретиков. Значит, тема обозначена. Небольшой информация, да, Кубанский государственный аграрный университет, у нас создано ряд центров цифровой трансформации, на базе которых мы обучаем не только наших студентов, но и специалистов агропромышленного комплекса с выдачей дипломов государственного образца. Значит, оборудование, которое мы пользуемся, вот некоторые представлены на слайде, это различное программное обеспечение, стенды, терминалы, на котором мы производим обучение. Ну, это небольшая такая информационная часть, перейдем к сегодняшней теме. И так как мы в том числе являемся аналитическим центром, мы проводим ежегодно опрос. И вот такой опрос мы проводили в октябре 2022 года об актуальной ситуации, о состоянии цифрового сельского хозяйства в условиях санкций. Значит, в этом опросе приняли участие порядка 111 экспертов из 36 населенных пунктов Российской Федерации. Были следующие блоки. Это последствия санкций и перспективы их преодоления, микроэлектроника и цифровые сервисы, в ГИС зерно, селекция и семеноводство, изменение потребительского поведения в новых рыночных условиях, тренды и макроэкономические перспективы. Я здесь все не смогу озвучить, но некоторые положения озвучу. Более подробная информация есть вот на нашем информационном портале. Это вот кто принимал участие в опросе, это эксперты. Эксперты, география экспертов, значит, ну, большая часть, конечно, наука и образование, но в том числе 23% административные органы, бизнес 12% и сельхозтоваропроизводители 9%. Один из вопросов, который мы задали, столкнулись ли вы с проблемой расторжения договоров иностранными компаниями в 2022 году? Видите, информация, 3-4% столкнулись, 52% не столкнулись, наверное, это больше с науки и сообразования. Ну, и некоторые были комментарии экспертов по поводу данного вопроса. Мы видим, недобросовестно со стороны поставщиков, проблема в отказе от поставок, договора не расторгнуты пока. Также мы видим, столкнулись ли со сложностью поставки, порядка 48% опрошенных. Сложно были, но нашли пути решения. И вот такой ключевой вопрос. Работа сельхозтехники без оборудования и облачных сервисов для точного землетелия влечет за собой замедление темпов развития растневодства. Видите, большая часть ответили, да, согласно с этим утверждением. Ну, особенно касается систем параллельного вождения, влияет на себестоимость сельхозпродукции. Ну, некоторые ответили, что незначительно и временно. Ну, оптимисты. Значит, возникали ли у вас трудности в связи с необходимостью импортозамещения? У половины возникали, у половины не возникали. Ну, комментарии вы можете видеть, я не буду все озвучивать. Ключевой вопрос. Я сейчас знаю, что в зале присутствуют также члены ассоциации «Электрон Агро». поднимается вопрос об программе стандартизации в области цифрового сельского хозяйства. Мы задали такой вопрос, что для снижения зависимости от импортных технологий цифровых решений для цифровой трансформации растневодства необходимо утвердить такую программу. Видите, что большая часть, 68% согласны. То есть, с актуальностью данной программы. То есть, эта программа, наверное, сейчас начинает подниматься снизу. Ну, и вот комментарии. Нужны свои стандарты и протоколы, свой РУСБАС вместо ИЗОБАС. Вот такой комментарий. И последний вопрос, который я здесь приведу. Это актуально ли для создания экономических условий обеспечения представления предприятиям промышленности сельского хозяйства кредитов со ставкой 0,1%? Ну, здесь видите ответ, который, наверное, на поверхности. И вот комментарий. Также вы можете прочитать, что нужен банк, не банк в чистом виде, а какое-либо профильное агентство по оказанию финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям. Следующее, ну, прежде всем, чем перейти к трансформации сельского хозяйства, все начинается с технического обеспечения. Это данные материально-техническая база Краснодарского края, по данным Минсельхоза Краснодарского края, на 2022 год. Мы видим, вот красным цветом подсвечена та техника, у которой процент старше 10 лет и более 50%. Это, видите, трактора, это кормоуборочные комбайны, это кукурузоуборочные комбайны, это свеклоуборочные машины. Более детально вы увидите на следующем слайде, более детально, помарочно, да, это тоже данные Минсельхоза Краснодарского края. Вот видите, по тракторам ПТЗ, значит, МТЗ, дальше прочие трактора, это более 10 лет и так далее. Вот по комбайнам, видите, моделей, модели, по кормоуборочным комбайнам, зерноуборочным, кормоуборочным комбайнам, ну, и, видите, также по зерновым селкам. Такие данные. То есть теперь переходим непосредственно к цифровым технологиям, которые используются в Краснодарском крае. Мы ежегодно проводим такой обзор отрасли. И в прошлом, значит, здесь идет сравнение 19-го года и 22-го года, то есть совсем актуальный разрез на 22-й год. 19-й год, параллельное вождение, 172 хозяйства использовали в крае, 22-й год, 184, то есть подросло немножко. Следующее, спутниковый мониторинг транспорта, 152 хозяйства без изменений, 22-й год, 152 хозяйства. Это я называю топ-лидеры элементов точного земледелия в Краснодарском крае, ну, или цифровых технологий. А цифровка полей, видите, без изменений, 116 хозяйств, 22-й год, 116 хозяйств. Но просело немножко, ну, не совсем немножко, дифференцированное внесение удобрений. В 2019-м году мы общий опрос сделали, 59 хозяйств. В 2022-м году мы разделили онлайн и оффлайн. 17 хозяйств онлайн вносят удобрения, 21 хозяйства оффлайн. Но в целом получается 38, все равно меньше получается. С чем это связано, надо анализировать. Может, кто-то не ответил, может быть, в целом направление просело. А теперь развернутая такая статистика. В 2022-м году мы, видите, расширили опрос. Ну, некоторые скажут, критики, почему вы отнесли сюда использование метеостанций к технологиям точного земледелия. Ну, сейчас есть метеостанции, которые прогнозируют, в том числе и заболевания. Мы решили расширить этот список, сделали такой опрос. Видите, 16 позиций по Краснодарскому краю. 2019-й год, 31 район использовали технологии точного земледелия. 2022-й год, 33 района. Ну, примерно одинаковое количество хозяйств. 250-243. Ну, смотрим площадь. На 240 тысяч гектар стали использовать больше. В основном, конечно, прирост за счет крупных хозяйств, за счет крупных агрохолдингов. Здесь идет сравнение, видите, от оцифровки полей, первая технология, до определения электропроводности. Это вот в 2022-м году идет количество хозяйств. Это идет по площади, на которой используется вот данная технология. Рост мы видим, агрохимобследование с использованием автоматизированных пробоотборников 16-60. Ну, и, видите, площадь почти полмиллиона гектар. Параллельное вождение я уже называл. Автоматическое отключение секции опрыскивателей подросло. Дальше, что мы делали? Мы опрос сделали в 2019-м году. В целом, использование ДЗЗ, дистанционного зондирования полей. Здесь мы разделили на беспилотники и спутниковая съемка. Видите, рост 37, беспилотники, спутниковая съемка 46. То есть, вот здесь вот тоже есть рост, что мы видим и по выставке. Дальше, по рейтингу, видите, по площадям. По площадям, это площади топы. Ну, ни для кого не секрет, новостью не стало, что, видите, вот это спутниковая монитория транспорта, параллельное вождение. А цифровка полей, ну и так далее, вы видите, по площадям. Дальше, может, коллеги подправят. Ну, вот из открытых источников часто спрашивают, а какая степень внедрения цифровых технологий, технологий точного зелья в том или ином крае, в том или ином регионе. Смотря как считать. Значит, согласно переписи сельхозорганизации, может меня подправят, ну вот, 1820 сельхозорганизаций. КФХ и ИП 8500. Смотрим назад. Значит, 243 хозяйства, 1,46 миллиона гектаров. Смотря как считать. Если мы относим к вот этой вот цифре, то порядка 13% степень внедрения. Если мы суммируем эту цифру с КФХ и ИП, то есть получается порядка 3%. Если мы берем площадь общую 2,6 миллиона и 1,3 миллиона гектар, суммируем и относим к вот этой вот площади, получается порядка 37%. Или если мы берем выращивание зерновых культур в Краснодарском крае, количество компаний, то примерно такая же цифра и получается. То есть, смотря как считать. Значит, лидеры. Лидеры. Ну, лидеры ни для кого не секрет. Вот давно остается. Это первое по количеству элементов в числовом виде из 16 и 12. О, Красная Звезда, Белоглинский район. Дальше по 10 элементов. Это наши крупные хозяйства. Агрокомплекс Василковский и АО «Рассвет» Услабинский. Дальше мы видим это Агросахар, Успенский район и агрофирма «Победа» Гулькевичи. По количеству элементов. Видите, а 10... Евгений Владимирович Миновская. Время неумолимо. Да, тогда я просто пролистаю. Значит, потому что много статистики. Вот, здесь лидеры по районам показаны Краснодарского края. Здесь по хозяйствам показаны. Видите, и Пэшний, и Пэ есть. И дальше мы создали вот такую вот платформу. Ну, надеюсь, что мы на этой платформе в следующий год проведем анализ по всей России. Это цифровая платформа. Значит, ну, дальше кейсы я пропущу. Спасибо. Спасибо. Друзья, есть вопросы в зале? Нет. Евгений Владимирович располагает, конечно, большой информацией. И можно было бы его расспросить поподробнее, по конкретным примерам, сравнительные опыты. Это все у него есть, но времени у нас немного. Спасибо, Евгений Владимирович. Спасибо. Интересная презентация. Наглядно видно, что в основном являются правовые технологии и крупные сельхозпредприятия. Но мы убеждаем всех, что решения, которые есть на рынке, доступны и небольшим фермерским хозяйствам.